Продолжение следует... Уже примерно года два, возможно больше, два этих компрессора Airpump и Airpump Maxi стали очень популярными у аквариумистов и многие их очень и очень хвалят. Поэтому я решил все-таки их показать вам. Даже скажу так, что все началось с того, что я приобретал себе эти компрессоры и был ими не очень доволен. Почему был ими не очень доволен, в дальнейшем вы все увидите в этом обзоре. Ну, первое. Конечно, компрессоры бесшумные. Вот как они пишут, то что они бесшумные. Так оно и есть. Бесшумный аквариумный компрессор. До 100 литров, до 200 литров черный. Maxi. Хорошая упаковка. Качественные компрессоры. Сейчас я вам покажу. Тоже коробочки откроем. Данный компрессор на 200 литров стоит, как вы можете видеть, даже ценчик еще остался, 1959 рублей. Но я думаю, это средняя цена. И есть еще на 100 литров 1335 рублей. Давайте их вскроем. Идет в комплекте инструкция. Компания Colar. Гарантийный талон. И сами компрессоры. В одной и в другой коробочке. Да, действительно, они очень маленькие, как можете видеть на своих экранах. Меньше ладошки в разы. Компрессор, который на 200 литров, имеет два выхода. Компрессор на 100 литров, имеет один выход. Также в комплект входят шланги и сами распылители. Соответственно, тот, который на 200 литров, два шланга с два распылителя. Тот, который с одним выходом на 100 литров, имеет один шланг и один распылитель. Сразу может возникнуть вопрос, почему распылители такие маленькие. Да, дорогие друзья, я думаю, вы уже и сами догадались. На самом деле, большие распылители, которые ставят, как правило, на заднюю стенку, не тянут. Не тянут. И вы это увидите дальше. Сам распылитель на 200 литров, Макси. Очень, в принципе, очень удобный. В принципе, очень удобный. В плане того, что он реально еле-еле вибрирует не сильно. Вибрация очень-очень маленькая. Но его размеры и звука нет. Что мне не нравится? Первое, это то, что здесь липучка, присоска. Как видите, даже к столу она прилепляется не очень хорошо. Не очень хорошо. Возможно, если ее намочить, прилепится лучше. На аквариум, если вешать на стенку, я боюсь. Потому что в любой момент она может оторваться и никакой аэрации не будет. Тем более, если это может случиться, когда меня не будет рядом или ночью. И, соответственно, рыба останется без воздуха. Что не очень-то и хорошо. Соответственно, в любом случае, придется ставить сверху. Такая же абсолютно история и с компрессором на 100 литров. Такая же присоска. Никакой, как видите, никакой нет регуляции. Больше-меньше. Ни у одного, ни у второго. То есть, как включили, как пошел воздух, так и пошел. А теперь пойдемте сравнивать его с другими компрессорами. И посмотрим, какой все-таки лучше, какой мощнее. И какой будет аэратор, компрессор. Лучше насыщать воду кислородом. Пойдемте их сравнивать. Ну, наверное, даже знаете как? На 200 литров мы даже, наверное, и смотреть не будем. Сравним, наверное, только вот с этим вот. Со 100 литровым. Возьмем, округлим, так сказать. Возьмем круглую мощность до 100 литров. И посмотрим, как он будет выглядеть и как он будет конкурировать с другими своими же, так сказать, конкурентами, компрессорами. Пошлите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА